Тяжелая техника заехала в это живописное место в прошедшие выходные. И местный Мальдан, где проходят народные гуляния, в одночасье превратился в место всенародных волнений. Местные жители не хотят, чтобы рядом с их деревней строился комплекс по добыче нефти. Взяли и загадили, кто это делает, зачем это делают. Мы уж поняли, что нефтепровод ищут, где-то будут проводить нефтепровод. Нефть ищут. Но неужели нельзя вот это сократить? И неужели даже вот этот маленький кусочек земли у этой деревни могут отнять? Воду пить хотим чистую, хотим дышать свежим воздухом. Пожалуйста, куда-нибудь в другую сторону отворачивайтесь от нашей деревни. Я даже удивляюсь, не знаю. Мы все против, что тут строится. Пусть подальше бы где-нибудь. Это же рядом с деревней. Такую красоту погубит. У нас все родники высохнут. Озеро у нас испортится. Тут у нас ничего не останется. Помогите нам, пожалуйста. Помогите. Возмущение жителей деревни понятно. Ведь они считают это место уголком природы, где можно наслаждаться красотами и дышать свежим воздухом. Теперь, когда здесь начали строить площадку под разведку для поиска нефти, они боятся, что вскоре появится и буровая вышка. И их опасения не напрасны. По данным источника, приближенного к этой стройке, о наличии здесь черного золота добывающая компания знала давно. Только раньше нефть была, как говорится, молодой. Теперь задача специалистов состоит в том, чтобы узнать, созрела она для выкачки или нет. Глава местного поселения до последнего боролся с этой затеей, но ему удалось лишь отдалить место изысканий. Федеральные программы у них по программе, они организовали, выкупили земель, сейчас здесь по его фонда. И как бы я тоже был в машинном воздушном. Она еще была ближе к суда, у них точка данная. Я их еще подальше перезвину, потому что там место найдено у нас, Кашаевское. Это же не наше приехать. Мы бы хотели бы, но не поставили ни в мягчаные скважины, ни в заводов не поставили бы здесь. Жители деревни также переживают за то, что если появится одна буровая, то рядом будут строиться и другие. А экологически чистое место превратится в проходной двор. Люди не против, чтобы корпорации добывали полезные ископаемые. Но они хотят, чтобы делали это подальше от их домов и оставили излюбленное место отдыха для всех горожан в покое. Александр Комаров, Рафаэр Акипов, Новости НТР.